Салют друзья, у микрофона мистер Кэм, возвращаемся с вами к жизни полицейского в GTA 5 И как вы можете сейчас наблюдать, на улицах в Лос-Антосе происходит настоящее вакканалие Все началось с массовых беспорядков, которые начали организовываться в Лос-Антосе в прошлом видео Из-за чего они начали происходить, вы можете посмотреть отдельно Но сейчас эти массовые беспорядки уже выходят из-под контроля В Лос-Антосе был потерян контроль над городом Законно и порядка здесь в принципе больше и нету Начинается полноценная гражданская война Полиция ничего не может с этим сделать, мы не можем вернуть контроль над городом Потому что абсолютно все люди взяли в руки оружие, вышли на улицы и начали наводить тут свои порядки Однако начальник полиции все равно хочет, чтобы мы постарались вернуть контроль над городом Я не знаю как это делать, потому что полицейских в Лос-Антосе в разы меньше, чем сейчас людей Которые воюют на улицах и устраивают настоящий хаос Просто так останавливаться, пытаться здесь что-то сделать и арестовывать кого-то бессмысленно Все тюрьмы переполнены и людей сажать некуда Их можно только убивать Но зачем убивать гражданских, если они вон сами друг друга готовы убивать? Так или иначе, в этих условиях нам сегодня придется работать и патрулировать город И выезжать хоть на какие-то вызовы При этом попытавшись остаться в живых Полноценный патруль в условиях гражданской войны Я не знаю к чему это приведет и чем все это дело закончится Но эти массовые беспорядки могут закончиться только в том случае, мне кажется, что Если все люди в Лос-Антосе перестреляют друг друга А у нас поступил первый вызов Машина загорелась Вы представьте себе вызов о том, что загорелась машина Тут на каждом перекрестке горят машины Ну ладно, если диспетчер нам прислал этот вызов Возможно там что-то серьезное Может быть там машина с опасными химическими веществами Я не знаю, так или иначе Давайте прибудем на место и выясним, что там происходит Одно только передвижение по этим улицам доставляет нам огромную опасность А мы, считайте, вообще под прицелом сейчас находимся Потому что люди воюют не только между собой Они крайне ненавидят полицию Из-за того, что эти массовые беспорядки в принципе были допущены Ладно, я вижу горящую машину Но это не какая-то машина с химическими веществами Это просто горящая машина Которых на улицах и так полно Но, видимо, нам нужно с этим что-то сделать Давайте попробуем ее осмотреть Внутри этой машины я никого не наблюдаю Получается, нам достаточно Нам достаточно было бы ее Потушить Но произошел взрыв И в результате меня отбросило взрывной волной Меня доставили, конечно, в больницу Но больницы и так переполнены Я, получается, просто так занимал одну важную койку в больнице Лос-Антоса Блин, надо действовать аккуратнее в таких ситуациях Не успели мы выйти из больницы Нам поступил новый вызов Но это, в принципе, не удивительно Сейчас вызовы будут нам сыпаться один за другим Не успеем мы закончить один вызов Сразу поступит следующий Диспетчер предлагает любые вызовы Любой свободной машине Все взять, разумеется, не получается Люди, опять же, устанавливают свои порядки Так или иначе, у нас вызов о том, что какой-то водитель Под наркотическими веществами управляет машиной Вот вы скажите В условиях гражданской войны в Лос-Антосе Это важный вызов или нет? Мне кажется, что абсолютно нет Когда здесь происходит такая ваханалия Которую мы могли бы хоть как-то исправить Я вот сейчас двигаюсь по этой автостраде И это сумасшествие, что здесь происходит Люди пытаются выбраться и уехать из города И, наверное, это самое лучшее решение Не исключено, что водитель, за которым мы сейчас следуем Сам пытается уехать из города Вы посмотрите, с какой большой скоростью Он сейчас передвигается А мы, рискуя своей жизнью Должны, получается, помешать ему уехать из Лос-Антоса Разойдитесь с дороги Зачем вы на шоссетов повыбегали? Вы же можете просто под машину попасть Действуйте как-нибудь на тротуарах Устраивайте там свои войны Ладно, мы почти на выезде из Лос-Антоса И этот водитель действительно собирается Покинуть Лос-Антос Диспетчер, что за вызов ты мне подсунул? Зачем мне оставлять водителя, который пытается Уехать из города, который находится в огне? Я вижу этого водителя Вон, он неадекватно себя ведет Не может сохранять управление Но здесь, в принципе, так себя ведут Может быть, он не под наркотиками находится Просто в панике Ладно, давайте попробуем его остановить Для его же безопасности Если нам поступил вызов от этого водителя То значит, он представляет угрозу Не только для окружающих Но и для себя, в первую очередь Он только что здесь всех позбивал Водитель серебряного внедорожника Тормозите на обочине Кажется, я смог его остановить Он сохранил мои требования Ладно, давайте попробуем выйти Главное действовать аккуратно Женщина, вы хотите уехать из Лос-Антоса? Сохраняйте спокойствие Я постараюсь вас защитить от людей Которые находятся вокруг Нам нужно расчистить территорию От людей, которые здесь перестреливаются Чтобы сохранить жизнь этой женщине Которая и так в панике Женщина, вылезайте Я постараюсь вас эвакуировать из Лос-Антоса Для ее же безопасности Нужно надеть на нее наручники Спасадим ее в машину И увезем подальше от Лос-Антоса Капец, как же опасно тут находиться Ладно, берем ее под сопровождение И ведем в нашу машину Пока нас тут не подстрелили Женщина, залезайте быстрее Все, она в машине Она в безопасности Пришло время эвакуироваться из города Постараемся ее увезти подальше В безопасное место Где ей ничего не будет угрожать Я думаю, все-таки она была не под наркотиками Она была под паникой Диспетчер неправильно понял ситуацию Она пыталась эвакуироваться из Лос-Антоса Но, вы смотрите, какой ужас здесь происходит Она просто не смогла этого сделать Мы должны ей помочь Мы уехали достаточно далеко от города Здесь ситуация уже спокойная Люди просто уезжают из Лос-Антоса Чтобы спасти свои жизни Женщина, ведите себя теперь аккуратно Вы в безопасности Ни о чем не переживайте Я вас отпускаю Поймаете какую-нибудь попутную машину Ну что же, хотя бы одну жизнь мы смогли спасти Но теперь нужно возвращаться обратно В зону боевых действий Новый вызов нам поступил О протестах в соседнем районе Люди, видимо, решили выйти мирно на протесты И в данной ситуации, наверное, им стоит помочь Потому что они, во всяком случае, не берутся за оружие А просто вышли мирно протестовать Опять же из-за той ситуации, которая была в прошлом видео Хорошо, они перекрыли дорогу Но это небезопасно для вас Господи, что вы делаете? Ты вообще с ума, что ли, сошли? Господа Женщины Освобождайте дорогу Я понимаю, что вы протестуете Но вы посмотрите, что здесь происходит вокруг Настоящие боевые действия Чего вы пытаетесь этим добиться? Охренеть можно Мужчина, выходите из машины Вы что себе делаете? Вы зачем женщину сбиваете? Я понимаю, они перекрыли дорогу Но тем не менее На землю давай ложись На землю ложись Арестуем его За неадекватное вождение Как минимум Главное Следить за всей ситуацией Рядом Вижу еще одну патрульную машину Но она занимается Другими вызовами Так, женщины Давайте так Вы сейчас расходитесь Или мне придется применить Да е-мое Женщины Разойдитесь Быстрее Я не хочу тут спасать Ваши никчемные жизни Наконец-то Три из них побежали Еще две остались Расходитесь Немедленно Кому говорю Все Кажется, они разбежались О чем они вообще думали? Тут боевые действия На улицах Лос-Антоса Люди паникуют Они перекрывают дорогу Так, уважаемые Места в тюрьме Все равно нету Поэтому я вас отпускаю Главное Ведите себя аккуратно И постарайтесь Никого не убить Патрульный Патрульный С пулеметом Офигеть можно Как мне ее Остановить? Можно убивать людей С оружием Но если мы убьем Обезьяну с оружием Золозащитникам Это точно не понравится Как я уже сказал Поэтому нам нужно Придумать что-то Чтобы оставить ее В живых Эй, обезьянка Притормози Блин, опасная ситуация Конечно, но Даже на человеческом языке С ней бессмысленно Разговаривать Нам нужно как-то ее догнать И вырубить Хорошо, что она пока что Ни по кому не стреляет Мне кажется, она просто Сбежала из зоопарка Во всем этом хаосе И украла пулемет Но не знает Как этим пулеметом пользоваться Ладно, обезьянка Давай-ка Пропишем тебе Кажется, я ее вырубил Но нельзя оставлять Эту обезьяну Здесь на улице Нам нужны медики Или ветеринары Чтобы эвакуировать Эту обезьяну Обратно в зоопарк Диспетчер Присылайте сюда Срочно карету скорой помощи У нас обезьяна Без сознания А пока мы ждем Карету скорой помощи Придется обороняться Чтобы этой обезьяне Не причинили Никакой вред И медикам В первую очередь Вообще есть, конечно Негласные правила Не трогать медиков Во время любых войн Особенно гражданских Боевых действий Но Я не знаю Людям барабану Они стреляют по всем Направо и налево Давайте подъезжайте быстрее Вот у нас обезьяна Здесь валяется Помогите ей Сделайте что-нибудь Хорошо Они бегут сюда Но Вы куда побежали? Обезьяна тут Вы куда побежали? Обезьяна здесь валяется Куда вы побежали? Ё-моё Мимо обезьяны К кому они направляются? Я понять не могу Здесь взрывы происходят Здесь люди валяются Они что? Прибежали реанимировать Какого-то паренька? Там обезьяна лежит Обезьяне помощь Гораздо важнее Нужна Они пытаются Реанимировать этого мужика Вы что делаете? Я вас не для этого вызвал Видимо парамедикам По барабану На какую-то там обезьяну Ну ладно Что поделаешь А где моя машина? Блин Не успел я уйти отсюда Мою машину уже угнали Да что ж ты будешь делать? Ладно Значит будем продолжать Патруль на карете скорой помощи Может быть это нам И сыграет на руку Потому что Люди не будут Стрелять по карете Скорой помощи Я думаю все таки Медиков они должны уважать Мы как бы спасаем жизни Но мне уже пробили Одно колесо Патрульный Л-22 У нас вызов Об ограблении магазина На Строгбери Поезжайте туда Ограбление магазина Почему-то я абсолютно Не удивлен Странно что диспетчер Меня в принципе Отправляет на такой вызов Потому что Опять же ситуация в городе Такая что Ограбление магазина Это кажется каким-то Пустяком На фоне всего остального Что тут происходит Но Ладно Давайте попробуем Предотвратить это Ограбление магазина Мне очень страшно Передвигаться по Этим улицам Потому что Умереть здесь Проще Простого Кажется ограбление Уже завершено И Грабители пытаются Убежать с деньгами Да действительно Так Одного грабителя Сбила машина Замечательно просто Второй грабитель Пытается бежать дальше Полиция Лос-Антоса Немедленно остановитесь Я блин их пытаюсь Остановить на карете Скорой помощи Они разделились Это то плохо Что они разделились Получается ладно Давайте вот этого собьем И постараемся Надеть на него наручники так Полиция Поднимай руки Не пытайся от меня убежать Поднимай руки Ладно Он оказал нам сопротивление Сразу бежим за следующим Этот угоняет машину Выходи из машины Поднимай руки И сразу на землю Не пытайся от меня сбежать На землю ложись Для твоей же безопасности Посмотри что происходит вокруг Вы что магазин грабили без оружия Что ли получается Даже сопротивление Мне оказывать не будете Мне кажется там В магазин то и не было никого Не просто зашли Украли несколько продуктов А мы теперь их задерживаем Так погодите А действительно Вы посмотрите какой ужас На улицах Лос-Антоса А это просто бедные люди Пытались наверное затариться Для своей семьи А мы их арестовываем Вместо того чтобы арестовывать Действительно опасных людей Ладно мужчина Я думаю что была совершена ошибка Можете вернуться Забрать продукты Которые вы украли из магазина И привезти их к своей семье Чтобы они были здоровы И счастливы Извините то что я вас задержал Новые условия Новые условия требуют Новые условия требуют новых решений От полицейского департамента В Лос-Антосе И мне кажется что Мы делаем что-то не так Когда задерживаем людей Которые просто пытаются Украсть какие-то продукты Потому что в данной ситуации Ни один из магазинов Не работает Единственный вариант Это воровать эти самые продукты Что-то мне не нравится Вызовы которые мне отправляет диспетчер Знаете я начинаю Сдумываться о том Что возможно я делаю что-то Нет так Потому что все эти беспорядки И хаос в городе Начались только из-за того Что переизбрали продажного мэра Его уличили в том Что он брал взятки И он снова стал мэром В результате Люди взбесились И вышли на улицы Началось противостояние Среди тех кто за мэра И среди тех кто против мэра А мы в результате Остаемся крайними в виде полиции Потому что мы в любом случае Должны исполнять приказы Мне кажется что Это неправильно Мы сегодня уже пытались арестовать Ни в чем не повинных людей Которые просто хотели Спасти свои Жизни И вот к чему все это приводит Напишите обязательно в комментариях Свое мнение по этому поводу А у нас тем временем Новый вызов По коду 3 Самолет терпит крушение В аэропорту Лос-Антоса Ё-моё Я знал что рано или поздно Такой вызов Обязательно поступит Потому что Весь в городе в ха... Потому что весь город в хаосе И разумеется Аэропорт не станет Исключением По идее Его должны были закрыть На вылет И на прилет Но тем не менее Какой-то самолет Видимо пытался улететь И вот к чему это привело Мне колесо пробили Вы че Всем охренели Блин Я и так пытаюсь тут работать Изо всех сил Спасать все это дело А в результате Мне еще и колесо пробили Давайте же посмотрим Что там происходит В аэропорту Вы посмотрите Сколько людей Двигаются даже В аэропорт Который уже Закрыт Чтобы убраться Из города Кому-то не получается Уехать по шоссе Потому что там пробки И перестрелки Они едут в аэропорт Но здесь все тоже Самое Вызов прямо Со взлетно-посадочной полосы И вы заметите Что даже на территории Аэропорта Куча людей Воюют между собой Видимо За возможность Выехать из города Улететь отсюда Я вижу Движу этот самолет И кажется У него дымится двигатель Ладно Нужно вызвать сюда Сразу наверное Пожарных Чтобы они успели приехать Вызываем сюда получается пожарных Диспетчер Присылайте сюда пожарных Самолет сел И скорую помощь Сюда тоже вызываем Давайте попробуем Защитить Пилота Этого самолета Чтобы с ним Ничего не случилось Нам нужно Оградить территорию Вокруг Этого Транспортного Средства Ё-моё Разойдитесь Вы понимаете Какая война сейчас будет За этот самолет Ой Мою машину взорвали Мою машину взорвали Так пожарные Чтушить этот самолет Куда он Куда он поехал Блин Стой на месте Да К сожалению У нас не получилось Ничего сделать Он взорвался Прибыли пожарные Прибыли медики Но в результате Даже пилота Самолета Не успели Эвакуировать Потому что Вот здесь Вот эта вот Девушка С автоматом стоит А ещё здесь Кто-то стоит Судя по всему С гранатомётом Медики пытаются Их спасти Но зачем Зачем их спасать Они этого Не заслужили Вы понимаете Сумасшедшая картина Смотрите Пожарные реанимируют Человека А в результате Тут вокруг стреляют Меня сейчас Подобьют Но нам нужно Защитить пожарных И медиков Которые здесь Пытаются реанимировать Этих людей Которые воюют Между собой И буквально Минуту назад Эта женщина Пыталась Убить медиков Они её спасают Я не понимаю Логику Всей этой ситуации На самом деле Ну ладно Такова наша судьба Во время Сумасшедшего Хаоса В Лос-Антосе Посмотрите Женщину пытаются Доставить до кареты Скорой помощи Давайте сопровождать Медиков По идее Сейчас эти гражданские По нам не стреляют Они продолжают Воевать между собой На нас внимания Не обращают Так что Видимо всё-таки Правило не трогать Медиков Во время боевых действий Работает Хотя взрывы Происходят Повсюду Если такая ужасная Ситуация в Лос-Антосе Уже сегодня Я боюсь представить Что будет завтра Ну а как ситуация В городе будет развиваться Дальше Вы увидите уже В следующей серии Игры за полицейского Обязательно пишите Комментарий Что вы обо всём этом думаете И стоит ли мне Продолжить работу Полицейским В данных условиях Не забудьте поставить лайк И смотрите другие видео По жизни полицейского В GTA 5 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова